Этот дом находится в микрорайоне Центральный. Построили его 40 лет назад. С тех пор фасад не ремонтировали ни разу. Плитка со стен осыпается уже четверть века. Валентина Давыдова живет в этом доме почти 30 лет. Рассказывает, в последние годы плитка осыпается ежедневно. Вокруг окна квартиры, в которой живет женщина, облицовки нет совсем. Она вся вздулась, падает. Это опасно для жизни. Нельзя возле дома ходить, абсолютно нельзя, потому что падает. Здесь антенны спутниковые, падают на антенны, на кондиционеры. И вообще опасно для жизни. Местные жители стараются как можно меньше ходить рядом с домом, рассказывает Иван Олешко. Опасаются несчастных случаев. Женщина выходила с подъезда, вышла и вот на порожек только встала. И падает плитка, и рассекает вот здесь ногу. Вон вчера, видите, вот только прошло, вон, шестой подъезд, как грохнуло. Елена Мурашко работает в офисе, который находится с другой стороны здания. Говорит, последний обвал плитки был несколько дней назад. Стояли под козырьком, придя на работу, начало десятого, рухнуло, просто рухнуло, оборвало козырек. Оборвало, грохот был сумасшедший, конечно. Камни разлетелись во все стороны. Опасности угодить под обломок плитки подвергаются не только жители дома и работники офисов. Вдоль здания расположен сквер. Прохожих здесь всегда много. Даже, мне кажется, и рядом вот тут проходить страшно. Не то, что понад домом. Тем более, тут и аптека, и все, и не зайдешь. Пытаешься обойти чуть-чуть дальше, потому что, как бы, знают такие случаи, что, бывает, падает на голову. Опасно, конечно. В Макиевском жилищно-коммунальном управлении о проблеме знают. Уже готовят проект. Принято городским головой решение предложить городскому совету рассмотреть данную проблему и выделить финансирование под работы по демонтажу плитки. Да, конечно, после демонтажа будет вид не очень приглядный, но будет, во всяком случае, безопасно. Отбивать от стен плитку начнут летом. Закончить демонтаж планируют к началу осени. Потратить на это придется более 300 тысяч гривен. Деньги возьмут из городского бюджета. Екатерина Пороханяк, Георгий Жилич, Евгений Красюков, Панорама.